у меня вопрос к экономистам ну к политологам и другим этим вот так сказать людям которые в этом разбирается вот что произойдет если к примеру все страны объединятся не будут друг с другом воевать хуже это будет для всех стран или наоборот лучше это же как бы ну как сказать созидание то есть когда все ресурсы идут не на войну она как сама совершенствование на развитие на создание чего-то нового ну то есть как бы представьте сколько война она как бы знаете вот какой-то как болезнь у человека которая забирает силы то есть туда идет много энергии на эту войну много денег много усилий ну как бы много всего и единственное как бы ну как стать единственное что эта война приносит это просто смерти людей и разрушение благ которые были до этого созданы так чтобы она прям приносила что-то такое вот созидающие и ну типа от этого странным сныл случая лично не вижу вот они все якобы воюют за то что после войны стало как-то лучше я этого не вижу это отлично как бы ну я не знаю мне кажется много людей не видит единственное кто там в этом что-то видят это те кто воюет я не знаю как у них причина войны этой или за территорию или там за какие-то идеологические или может просто действительно чтобы сократить население под видом войны потому что также нельзя прийти расстрелять людей на площади посреди белого дня нужно же как-то создать условия при которых люди начнут умирать ну то есть какая истинная причина я не знаю этих войн ну в любом случае я считаю что мы живем как бы ну в таком мире и можно было бы уже давно договориться всем объединиться всем странам как-то вот объединиться в одну страну как страну ну не знаю какой-то общий как вот евросоюз там или вот как знаете это кто-то там европу стремится кто-то там еще куда-то там и можно было бы как бы сделать такой земной союз кстати слово союз я думаю путину понравится мечта это возрождение этого союза советского тут тоже будет присутствует слово союз только не советский а земной потому что всем из планеты земля и можно создать такой вот земной союз чтобы остановить эти войны потому что страдают и обычные люди и скажем так все вот эти вот которые так сказать завязаны в этих всех разборках внутренних короче и с одной из другой стороны там из 3 все короче друг другу пытаются как-то там мстить что-то там сделать плохое что-то там выведать узнать там ну короче получается сплошное разрушение ну и понятно что еще сми и подливают масло в огонь там ну как бы я никак не оправдываю там россию сию вот этим тоже наделала как бы в украине но можно и не знаю почему так вот россия например ненавидит европу почему она ненавидит америку ну как бы сила что не в разрозненности а в единстве вот если например представьте вот каждая страна у каждой страны есть что-то какой-то свой человеческий потенциал потенциал в плане природных ископаемых и если как бы вот все объединились и работали на благо всего человечества ну представляете сколько вообще миллиардов во всем мире тратится на это вооружение на вот эти все заборы там охрану этой территории пограничные зоны ну на это все короче и вот это если весь этот капитал пустите ну во благо людей то это как минимум просто можно уже ежемесячно какой-то там базовый доход платить не на при вообще не напрягаясь то есть как эти поля пенсии потому что на эти вооружения идет сумму идут сумасшедшие деньги и может как бы если людям так нравится что-то там делать то пускай там какую-то космическую промышленность развивает какие-то корабли летающие строят еще что-то там ну такое мне мнение и за как бы мне кажется это мнение здравого человека который ну не погруз в это все болото вот это сих войн и видит единственный выход из этого конфликта потому что если постоянно с кем-то ругаться то это ни к чему не приводит вот я сейчас как бы женой мы там помирились ну бывший ну то есть как раньше у нас там были отношения так не очень типа а сейчас уже ну мы так ну квартиру там поделили там еще хочу свою часть на сына переписать и это ну и мы так как бы общаемся нормально то есть без психов без ничего ну там было мне правда как бы один раз что-то немножко попсиховал то такое дело тяжелый день был это вот ну и вот так вот если страны например как-то вот объединяться ну и понятно что там должны быть нам выплачены репарации и россия должна нам все даже не нам это уже будет как знаете как объяснить планете земля то есть это уже не будет выплата украине а это ну какая разница эта территория отстроиться для россии или для украины там то есть уже когда не будет границ и все эти государства будет вместе то это будет уже как бы грубо говоря отстроена для того населения которое там живет поняли так она как бы получается что типа она не хочет нам отстраивать потому что это степа украине не а там типа мы с ними и воюем и мы ничего и не дадим типа мы там ее не любим а а когда эта территория станет общей то есть и украинской и русской и как бы она будет ну как типа как частью земли частью планеты земля то тогда это уже как бы будет психологическом таком аспекте выглядеть не как типа репарации украине а ну как просто помощь тем людям которые пострадали чтобы им восстановить вот это все что у них есть и яду я уверен что россия как бы это все восстановит и если они будут как бы как сказать ну если это все договор там подпишется там этот весь мир не не знаю когда он подпишется но мне кажется вот эта хорошая идея придумал и надо в эту сторону двигаться то есть ну короче надо сколько можно воевать надо как-то уже создавать земной союз и и заниматься созиданием пора уже переходить на новый этап развития человечества потому что но война это примитивщина это грубо говоря ну знаете какой-то в садике в школе там люди дерутся а когда же люди вырастают они же как бы ну ну цивилизованный конечно не перестают драться не там как-то словами все выясняют нижней бегают там друг другу морду бить по любому поводу так же самые странные должны уже повзрослеть и перейти на более взрослую позицию умение договариваться и к объединяться потому что одно дело когда страны как бы ну воюют друг другом а другое дело когда не сотрудничают и это намного лучше это как веник когда соломинки там у него каждая по одной еще и друг другом воюют ломают друг друга а другое дело когда эти все соломинки вместе объединились и получился как бы мощный прочный веник то есть как бы это мне так кажется так было бы сделать неплохо я понимаю что там украинца очень много ненависти на русских что они намного как бы зла причинили много людей убили там и изнасилование было ли ну как бы наших и людей и детей и много гадости короче наделали я согласен это все неправильно как это неправда есть такая знаете злость у нашего населения у тех кто как бы с этим коснулся желание отомстить многие там по оставались без рук без ног там инвалидами там ну короче я понимаю что как бы это я никаких не осуждает вполне справедливая как бы злой смесь как бы это логично но все равно вот если продолжать как бы ну как типа друг другу зло делать и пытаться как-то отомстить то тут типа дошел с телефоном конечно это базарит напрягает мне то как бы ничего не получится поэтому я предлагаю двигаться в мирном направлении и создавать союз земли или земной союз а по-английски тоже можно как-то это переименовать и типа так сказать создать земной союз ну я не знаю как там английский будет союз это совет совет вроде бы совет и уж или их совет ну надо будет в углу там стоит попереводить короче желаю всем мира и развития развивайтесь переходите на новый уровень мышления сознания и как будет взрослейте в общем вы все-таки хоть и взрослый но вам еще надо взрослеть